Уважаемые депутаты, значит, ну я по экономике вопроса, конечно, много тоже таких странных вещей. Мы на свои деньги, на правительственные деньги строим где-то в Захалусье Турецком атомную станцию, возврат денег, насколько я понял, с каждого блока, если по 15 лет, 4 блока, 60 лет, да? И через 60 лет мы получим эти деньги, которые сейчас нам нужны для модернизации страны. Это первое. Второе. Я не просто задал замминистра странных дел вопрос, вот по Ирану не получится ли так. Дело в том, что мировое сообщество на полном серьезе обсуждает вопрос, что если все-таки ядерная программа Ирана продолжится, то три страны, скорее всего, заведут свою собственную ядерную программу с перспективы на военную. И первое, это Турция, ну и две страны еще арабские называются, Саудовская Аравия и Египет. Значит, дело в том, что, да, Турция является членом международного агентства по атомной энергии, членом, участником договора о неспасывании ядерного оружия и так далее. Ну и Иран тоже является членом этих организаций. Но это не мешает развивать свою собственную ядерную программу. Я уж не говорю о том, что такое мы будем строить АЭС. Нам нужны будут турецкие специалисты, их надо привозить, как с иранскими получились, чтобы они учились в наших вузах, они будут учиться в наших вузах, набираться опыта, а через 5-10 лет они будут хорошие специалисты и в состоянии разрабатывать свою собственную ядерную программу. Так что такое Турция на сегодняшний день? Извините за откровенность, на сегодняшний день в Турции проходят очень серьезные изменения. Партия господина Эртогана, это партия справедливости и развития, это не что иное, как братья-мусульмане по своей идеологии. Извините меня, организация, кстати, запрещенная в Российской Федерации с ответственным решением наших ведомств. Это типичные братья-мусульмане. И сам господин Эртоган сидел в тюрьме за распространение радикального исламизма и разжигание национальной розни. За что он военных не любит своих? Потому что они его там посадили, он разжигал это. Хотя он, кстати, по происхождению сам не турок. Его предки выходцы из Кавказа. Но и это еще не все. На сегодняшний день в Турции было в Конституции положение, согласно которому армия являлась гарантом стабильности. Эртоган провел референдум и затравил всех армейских офицеров и генералов в результате чего. Сейчас нет никаких преград для дальнейшей исламизации страны. Может поэтому Турция является одной из тех стран, где отсиживаются северо-кавказские боевики, где они лечатся, и это знают все наши ведомства, и МИД может подтвердить, где они проходят дополнительную подготовку и так далее. А мы им ставим атомную станцию. Очень неплохо. У нас вообще, как-то мы не учитываем историю. Вот мы говорим, у нас с Турцией сейчас просто шикарные отношения. Я что-то задумался, у нас кажется, что нечто подобное я уже слышал. Мне в свое время грешным делом пришлось участвовать в написании книги в связи с приездом турецкого начальника генерального штаба еще в советское время, генерала Уруга, а в ответ Ахромеев должен был ехать. И меня вот как чернорабочего взяли, говорят, давай книгу надо написать о самых лучших местах отношений Турции и Советского Союза. Каких? Ну, конечно, времен одна тюрка, времен, когда Россия помогала Турции сражаться с Грецией, оставить свою независимость. И грешным делом, в общем, предполагая, я залез в архив и обнаружил страшные вещи. Что же мы натворили? В голодное время, когда в России не хватало ни продовольствия, ни денег, ни оружия, ничего, господин Фрунзе и его команда вывезли в Турцию голосальное количество денег, золотом, я уже не помню фантастические эти суммы, оружие и продовольствия, чтобы спасти режим Ататюрка, тогда как греческая армия находилась в нескольких десятки километров от Анкары и готова была взять Анкару. Греческая армия, греки это дружественное Россией историческое государство. И мы помогли туркам победить греков для того, чтобы привести к власти обманщика, который послезал Туркам. Почему обманщика? Ну, первое, сразу был заключен договор о Монтрёх в 30-х годах. Это договор о проливах, которым мы сейчас пользуемся. Советский Союз надеялся на тоннажи и другие и так далее. Турки нас резко ограничили. Но и это не всё. Во время Великой Отечественной войны миллионная турецкая армия была сосредоточена на границах с Советским Союзом. И мы вынуждены были держать на этих границах огромные свои вооружённые силы, потому что знали о договорённости между Турцией и Германией о том, что после взятия Сталинграда, кстати, турецкая армия начнёт наступление на Закавказе, чтобы вернуть свои, как они считают, земли, которые отобраны историческим врагом России. Ну и это не всё. Турция оказывала огромную экономическую помощь Германии в поставке стратегических средств, в частности Хрома. И поэтому, наверное, кто-то знает, Сталин предполагал начать войну с Турцией, но, к сожалению, по известным внешнеполитическим факторам не удалось вернуть то, что в своё время, в 1921 году, большевики не только оказали материальную помощь Турции, но и подписали позорнейший Карский мирный договор, отдав без всяких оснований туркам Карскую и Эрзерумскую областях, за которой было пролито крови русских солдат. Может, многие читали книгу «Байзет», «Пикули» и так далее, это маленькая состальная часть. Мы всем знаем о Балканской войне, но мы не знаем о Кавказской войне, когда русская армия под командой генерала Тергу Гассу с кровью брала Карский и Эрзерум. Мало того, под Карском они разрушили памятник, где были захоронения русских солдат. Сейчас этот памятник в основном он в Гюмри, вы знаете. Мы отдали это, ещё отдали Сурмалинский уезд, не говорю, что это такое, который никогда в Турции не ходил. Мы пошли им на встречу, и что получили? И сейчас у нас такие прекрасные отношения. Ну, конечно, прекрасные отношения. Море наших туристов едет туда, приводит туда деньги, атомную станцию, Бог знает, где хотим строить, и всё нормально. И самое интересное, недавно состоялся Совет национальной безопасности Турции, который определял стратегических врагов Турции на ближайшие пять лет. И в прессе пошло. Россию, кажется, исключат из этого списка. Кажется, вот уже из жизни исключили. Ну, в конечном счёте, в списке врагов Россия оказалась. То есть Турция в ближайшие пять лет нас рассматривает как в качестве вероятного противника, как в войне, с которым надо готовить. И мы к этому вероятному противнику стоим атомную станцию. Слушайте, денег в чольник вот девать. То есть такие вещи происходят, мы не можем этого видеть. Наконец, Турция же не скрывает, что она претендует на то, чтобы вытеснить полностью Россию с Южного Кавказа и желать на Средней Азии. Кто сейчас доминирует на Южном Кавказе? В Грузии кто? Турция. Турция построила и строит совместно, в том числе с участием грузин, через территорию грузов, известный газопровод с выходом на Аэрзрум. Это мимо нас. Мимо пойдёт. Так же строится нефтепровод. Заводятся дороги на Аджарию, на Джавахетию. То есть Грузия, кстати, исключена из списков этих вероятного противника. Как и не парадоксально, Армении тоже там нет. Её тоже исключили. А Россия там осталась. Значит, и теперь возникает вопрос. В Азербайджане кто доминирует, кто перспективу имеет? Ну, конечно, Турция. Остаётся одна Армения. Вокруг неё пошли известные игры. Особенно тогда, как вы помните, некие деятели в Армении вручали ординат сумасшедшим людям и хотели принять участие впервые в истории Армении вообще как таковой вместе с турками в учениях НАТО против России в Грузии. Ну, вы помните, мы тогда даже делали заявление и вроде остановился. И тут, я не могу сказать присутствие министра странных дел, возник так называемые швейцарские протоколы, предательские протоколы по отношению к Российской Федерации и по каким-то странным путём, освещаемые нашим МИДом. Я когда увидел нашего министра странных дел за спиной госпожи Клинтон в Швейцарии, мне плохо стало. Я понимаю Армению. Там всё определяют олигархи с ментальностью владельцев бетономешалок. Я не утрирую. Я конкретно к людям идёт речь. Но, извините, нам-то это зачем? Очевидно было, что проект, созданный в Соединённых Штатах, они даже поленились поменять название. Они по принципу Палестино-Израильского назвали дорожной картой. Предполагалось вытеснение России. Из последнего оплота её из Армении. И если эти протоколы были реализованы, через 5-10 лет в Армении не было ни баз, ни влияния России на Южном Кавказе вообще. Но, слава Богу, что просчитались целый ряд вопросов, в том числе с Нагорным Карабахом. И самое главное, разумные люди, которые понимают всю враждебность этой России, сделали так, руками американцев перечеркнули этот проект. Комиссия Конгресса США по иностранным делам приняла известную реализацию о геноциде армян прямо в момент реализации протокола с разницей в один голод. А после этого зампредседателя комиссии господин Шерман сделал такое антитурецкое заявление, после чего у турок возникла истерия. Одновременно шведский парламент впервые принял решение не только о геноциде армян, чего хотел избирать армянское руководство, но и о геноциде понтийских греков, которых было убито в вооружении Трабзона больше 370 тысяч, а всего миллион греков убито, сотни тысяч убитых ассирийцев, езидов и русских. И русских тоже убивали. Это русские называются малакани, которые всегда были в ариргарде, если русской армии, как фуражиры и так далее. Их вырезали также, и их села, и памятники тоже уничтожены в этой Турции. И мы хоть хотим с этой страной создать им атомную программу, ядерную программу, 60 лет. Вы что? Через 60 лет это будет сильное государство, оно уже сильное государство, которое будет претендовать, оно нас считает основным геополитическим противником своим. Так почему же мы своему противнику строим станцию? Объясните мне. Ведь построить атомную станцию, это не продать мешок картошки, и не построить сарай, это политический проект. А не просто зарабатывание денег, да еще выделяя свои собственные кредиты. Спасибо.